Всем большой привет! Я Наталья. Я Евгений. Сегодня будем готовить два простых быстрых горячих блюда азиатской кухни. Оставайтесь с нами. Будем использовать сегодня соусы от чим-чим. Я раньше пробовала их заправки для корейской моркови и капусты. Мне они очень понравились. Они значительно упрощают процесс готовки. Добавляешь заправку, получается законченное полноценное блюдо. Сегодня же мы хотим попробовать соусы от чим-чим для свинины в кисло-сладком соусе и курицы тельяки. Сначала приготовим курицу. Мне понадобится филе. Можете использовать любую часть курицы, какую пожелаете. Курицу я буду нарезать на полосочки, на кусочки шириной примерно 1 сантиметр. Соусы, кстати, мы заказали в интернет-магазине, когда выбирали для себя специи, приправы. Магазин называется idgashop.ru. Ссылочки укажу в описании, кому интересно. Там огромный выбор всяких соусов, приправ, заправок, ну и достаточно быстрая доставка. Также мне понадобится лук. У меня крупный, поэтому, возможно, достаточно будет половины луковицы. Лук нарезаем тонкими полукольцами, либо четвертинками. В первую очередь, конечно же, курочку нам нужно обжарить. Поэтому сковороду ставим на огонь и очень хорошо ее разогреваем. Лучше всего, конечно, использовать вок, если у вас есть. У нас, к сожалению, нет, поэтому будем готовить на большой сковороде. В сковороде, конечно же, разогреваем немного растительного масла. В сковороду перекладываю курицу и быстренько ее обжарю до румяной корочки. Лучше обжаривать партиями, чтобы курица не успела выделить сок. Курочка у меня уже хорошо подрумянилась, обжаривала я ее минут 5 и теперь добавляю репчатый лук. Вообще, по желанию, можете добавить морковь, например, или сладкий перец. Можете вообще ничего не добавлять, то есть обжаривать только курицу. Все хорошенько перемешиваем и буквально пару минут будем обжаривать все вместе. Также на сильном огне. Теперь в самом конце я добавлю соус для курицы от чим-чим. Вот так. Все хорошо перемешиваем и при постоянном помешивании будем обжаривать еще одну-две минуты. Аромат просто потрясающий. Я еще хочу добавить для аромата кунжутное масло, буквально чайную ложечку. И в самом конце я посыплю все это обжаренным кунжутом. Соусы чим-чим вы, кстати, можете заказать как в интернет-магазине, айдегаршок.ру, так и в розничных магазинах тоже можно приобрести. Все, блюдо у нас готово, снимаем с огня. Курочка готова, на приготовление ушло буквально 8-10 минут. Все, подаем к столу. Для подачи можно еще посыпать кунжутом и рубленной зеленью. Теперь приготовим свинину. У нас был небольшой кусочек шеи, поэтому будем готовить именно из нее. Свинину будем нарезать примерно так же, как мы резали курицу, небольшими брусочками. Вот такие получились кусочки, примерно одинаковые по размеру, чтобы равномерно прожарились. Теперь отправляем мясо в миску, слегка посолим и вот так все перемешаем. Возьму немного моркови, можно ее порезать, а можно натереть на терке для корейской моркови. Сладкий перец и ананас я порежу кубиком. Мы взяли ананас консервированный. Не все любят сочетание свинины с ананасом, поэтому добавляйте по желанию. Чеснок я порублю ножом, так же, как и с курицей. Сковороду мы их очень хорошо разогреваем и растительное масло в ней. Быстро обжариваем свинину, чтобы она подрумянилась. Ну, примерно минуты три. Свинина хорошо подрумянилась, теперь добавляем сразу все овощи и кусочки ананаса. Будем обжаривать все меньше 1-2 минуты. Сейчас уже можно добавить рубленый чесночок. Аромат сразу потрясающий стоит. Теперь все заливаем соусом для свинины. Хорошенько перемешаем, и нам нужно прогреть буквально одну минутку. Очень удобно, что нам нужно только нарезать и обжарить продукты. Соус уже готов. Если готовить такой соус самим, то по времени это выйдет гораздо дольше и на порядок дороже. Оба блюда перед подачей я посыпаю рубленой зеленью. У меня была петрушка. Ну что, пробуем? Давай начнем со свинины, да? Это ты у нас любишь такие сочетания. Очень насыщенный, яркий вкус, но в то же время очень сбалансированный. То есть прям по-пятибалльной пятерочкой, прям твердая пятерочка. Чувствуется имбирь, да? Вообще очень сочно и вкусно. Так что, ребята, советую, пробуйте. Дожди, я хочу еще курицу попробовать. Тебе что больше понравилось? Ну, мне, как говоришь, больше кисло-сладкие сочетания нравятся. Мне больше курочка, потому что она мягкая. Несмотря на то, что мы с тобой использовали грудку, да, она получилась достаточно мягкая, нежная. Ну, не сухая. И сочная. Очень вкусно, мне очень нравится. Лук не хрустит, прям соус супер все. Что могу сказать? Блюда получились достойные, ну, а чим-чим экономит и время, и деньги. Кстати, очень мне понравился вот такой соево-чесночный соус от чим-чим. Вещь очень интересная, попробуйте, не пожалеете. Я вам рекомендую. Плохого не посоветую. Ссылочка на интернет-магазин idgashop.ru будет в описании. Заходите, смотрите, там много чего интересного. Ну, а на сегодня у нас все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Заказом мы остались довольны, поэтому и вам тоже рекомендуем. Приобретайте, пробуйте, подписывайтесь на наш канал. А мы с вами уже очень скоро увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok